Тема запрета абортов не нова и всегда имеет множество аспектов. Однако сегодня шумиха в СМИ поднялась из-за того, что патриарх Кирилл предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Логика в этом есть. Налогоплательщики не обязаны платить за детоубийство. Церковь изначально всегда, да любая собственно традиционная религия, будь то христианство в ее разновидности, православие или католичество, будь то ислам, будь то иудаизм, будь то буддизм. Традиционные религиозные организации для Российской Федерации всегда однозначно классифицировали аборт как детоубийство. Но убийство это есть одно из страшных грехов и одна из заповедей, которые существуют в христианстве. Это заповедь, которая гласит не убей. Инициатором проведения круглого стола стал Миргинский актив Народной партии «За женщин России». И здесь мнения однозначного тоже не возникло. Вопрос этот далеко не простой. Его нельзя решить одним взмахом пера. Вопрос стоит того, чтобы его обсуждали и приходили к какому-то консенсусу. Потому что однозначно с запретами аборта проблему сохранения семьи, проблему сохранения здорового ребенка, женщины, матери, вообще сохранение института семьи, материнства, отцовства не решить одними запретами. Поэтому нужно вот такое глобальное обсуждение, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимы комплексные меры в поддержке семей, в разрешении жилищных и материальных проблем, изменения в целом института семьи, усиление роли и ответственности отцов. Полный запрет этой процедуры может повлечь за собой увеличение количества нелегальных абортов. Лично я считаю, что в нашей стране вводить запреты на аборт пока еще рано. Подобный законопроект не готов к применению. Он не будет действовать в том смысле, в котором надеются законодатели. Это показывает и практика других стран, это показывает и историческая практика. Я думаю, что уровень подпольных хирургов может просто активизироваться в разы, и женщины станут жертвами подобных необдуманных решений. В контексте вывода абортов из системы ОМС Остров станет вопрос прерывания беременности по медицинским показаниям, а также абортации женщин из пьющих и асоциальных семей. Нынешний круглый стол – лишь попытка призвать к диалогу самих женщин. Эта тема очень важна. Почему? Потому что нельзя говорить однозначно «за» или «против». Я понимаю, религия всегда была против процесса подобного рода. Но ситуации бывают очень разные. И женщина всегда принимает вращения сама. Трудные ситуации бывают, сложные бывают. И вот, может быть, мы хотим сегодня обсудить, а что толкает девушек, женщин на такой поступок. В чем основная причина этому? Думаю, что мы попытаемся найти ответ. И какие-то предложения мы разработаем, и потом предложим. Основной группой риска по-прежнему остаются школьницы и студентки. Главным фактором снижения количества абортов является профилактическая работа. Это информирование молодежи и доступность для них контрацептивов, работа психологов и священников, а также комплексная система по поддержке молодых будущих мам, которые еще не приняли для себя решение, родиться малышу или нет. Татьяна Магит, Елена Бруй, Роман Ларин. Специально для телерадиокомпании «Алмазный край».